Мы с вами находимся на могиле на Цива из Воложина, Равнафтоле, Циви Утро, Берлине из Воложина, который похоронен здесь, на Варшавском кладбище. Это отдельная история, почему он попал сюда, поскольку после закрытия Воложинской шивы Рав был очень учен. Единственное, что ему оставалось, это исполнить свою мечту, подняться в землю Израиля. Он поехал в это путешествие, и по дороге в Варшаве он скончался. Рассказывает про него одну очень интересную историю. Когда он выпустил свой комментарий на респонсы одного из геоним Рава и Гойна Шииттас, он сделал большую трапезу для своих учеников. Альян рассказал, вы знаете, когда я был маленьким мальчиком, кто не очень просыпал в учебе. Я тяжело отдала с изучением Торы. Однажды ночью я услышал, как мои родители говорили, смотри, наш Равтолий не очень удачен в учебе. Наверное, не сбудется наша мечта, и он не станет никогда большим раввином. Может, давайте отдадим его учиться кому-то в ремеслу, хорошим сапожником, хорошим портным. Равтолий почувствовал боль в своих родителей, и у него самого защемило сердце. Он выбежал в комнату, где были родители, и сказал, папа, папа, дай мне еще один шанс. Такой просьбе родители могли устоять, и не дали ему еще один шанс учиться. Говорит Анациф, почему же я сейчас делаю травм, потому что всю ночь мне приснится сон. Я стою перед Всевышним после 120 лет, как хороший портной, и Всевышний, как написано в геморе Шаба, спрашивает, ты делал свои дела честно? Я говорю, да. Ты уделял время изучению Тору? Конечно. Каждый раз после тяжелого трудового дня я открывал гемору и учился сколько мог, пока не засыпал. И вдруг небесное воинство начинает вносить кучи и кучи книг. Я спрашиваю, что это? Он говорит, разве ты не знаешь? Это комментарий на Шилтас, это Эмек Довар, глубочайший комментарий на пятикнижья, это Мармас Саде, Открытие на Тору и много-много других других книг, которые ты мог бы написать, если бы ты не стал портным. Такого стыда я никогда не чувствовал с того равна в Торе. Такого стыда все эти книги, которые я мог бы написать, а я остался портным. Поэтому сегодня, он говорит, я сделаю эту трапезу в честь того, что мне удалось избежать этого стыда. Стыда от того, что я не написал книги, а эти книги да написал. Если уже мы находимся здесь, давайте помолимся за наших детей и за нас самих, чтобы они могли поверить в себя, чтобы мы поверили в них и все мы нашли свой путь в Торе.